Так, вот так, фильтр, вода, та-та-та, но если почва загрязнена, а, стоп, 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 то есть это место загрязняет, загрязнено, то есть отсюда воду нельзя будет брать без фильтров, но, а что делать, если она вообще закончилась у меня здесь, где их брать-то, то есть здесь закончилась, я же не могу перестраивать вот эту водонапорную башню по городу, то есть носить дома ради воды, это как-то уж совсем, то есть я понимаю, там ради транспортной системы, но никак не ради воды, тем более фильтр вот у меня стоит же, здесь всего 908 килолитров, или что это, я так и не узнал, что такое КЛ, килолитры пусть будут, ага, ну вот здесь намного больше, Да я построил только ради, чтобы тянуться вот сюда, но я думаю, она отсюда тоже вычерпается же, она заканчивается, вот, воды выкачано, то есть печально все это дело, так, ладно, вернемся к нашим домикам, сейчас все должно стать нормально, вода вернется в школы, они перестанут жаловаться, что у них нет воды, и вообще все должны перестать жаловаться, перестаньте жаловаться. Так, дорога нормально, да, кстати, смотрите, нет, здесь конечно пробочки все равно, но я думаю, сейчас пик просто, все равно стало лучше, должно было стать лучше. Так, и чем бы мне еще заняться, у меня 120 тысяч жителей, жители все растут в количестве, в объеме. Блин, что же с вами не так-то, я построил крутое супер-мега-депо, вот вы видите, полицейский участок, а нифига, там мгновенное реагирование, 10 патрульных машин, тонна камер, мест в камерах, там, живи не хочу. Детективный отдел, с помощью, так, так, с помощью патрульных машин полицейские арестовывают людей, совершающих преступление, однако вам понадобится еще и детективный, занимающий преступление на гаве. Тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ. Короче, фиг пойми, что это дает, вот я вам честно скажу. То есть там какие-то заядлых преступников, они там труднодоступных преступников ловят, что ли. Так, брошенные, опять брошенные есть, да что вы будете делать? Это, на самом деле, не самый, то есть плохой признак, если в городе есть брошенные дома, значит, кто-то покидает дома, значит, там, что-то не все в порядке, то есть, либо с преступностью, либо еще с чем. Короткие замыкания, огонь повсюду. Но вообще, я вот как раз хотел ядерку посмотреть, что там вообще предлагается, потому что электричества у меня хоть и дофига. Так, смотрите, вырабатывает 75 мегаватт, скорость сжигания 4, ну это вообще абсолютно пофигу. И загрязнение высокое, но там у нас есть улучшенные блоки, они среднее загрязнение дают. Ядерка, вырабатывание 200, уровень загрязнения воздуха нету. То есть, здесь 75 и 450, то есть, потребление 450, здесь потребление 1300, в три раза больше, ну да, но и вырабатывать в три раза больше. А что, давайте построим. То есть, уголь, это все равно не самое крутое. Ядерка, это как современнее, технологичнее, много, наверное, по месту. Ух ты ж! Вот этого я не учел, когда сносил ядерку. Тут нифига себе. Надо мне целый квартал снести, наверное, чтобы эту ядерку, потому что вы смотрите, там еще по три блока можно же будет на нее пихнуть. У меня просто нет столько места. То есть, тогда вернем угольную. Ладно, так и быть, верну угольную. Ну, потому что вариантов-то и нету. У меня нет столько места просто, чтобы построить ядерку. А как оказалось. Печально, но это именно так. Так, блин, криво поставил этот блок, ну ладно. Все, лимит достигнут. О, прикольный значок, я его почему-то не разместил до этого еще. Здесь поставим. Тут все равно ничего не будет. Да, очень жаль, конечно, что я атомную не могу построить. Это недерка, это атомная. Так, вернем скорость. Так, надо подумать, может я где-то могу, то есть где-нибудь может быть здесь. Там она не дает уже загрязнения воздуха совершенно. То есть, по идее, по идее. Так, мне, если я снесу вот эту дорогу, я смогу ли я... Ну ладно, давайте пожертвуем домами ради науки. Потому что мне хочется разузнать. И так, чуть-чуть не хватает, смотрите, прям чуть-чуть. И там, по-моему, интересно, на еще один блок хватит. Так, если я снесу еще вот эту дорогу, которая здесь не нужна. Ну, я так считаю. А если я так считаю, значит так оно и есть. И теперь ядерка должна уместиться. Да, ядерка убирается. Убирается ядерка. Атомная. Да, ну какого фига-то у меня весь город тут сразу... Ну подумайте, у вас там хвост вырастет. Ну что такого там, ну... Чешуя облезет немного, ну ничего страшного. С кем не бывает. Зато там картошка в огородах будет больше. Рыбы в океанах, в море... В водоемах будет больше. Тем более он безопасный уровень показывает. Так, и да, мне МК-2 и МК-3. А, нет, на быстрых выработка 600, выработка 400, выработка 200. Ну тут естественно исследование нужно выполнить, которое у нас, по-моему, закрыто. Да, ну прикольно же, а чё-нибудь. Атомная электростанция. Подумаешь, я тут снизу два квартала ради неё. Ну в кем не бывает. Ну блин, чё-то так народ тут резко... Не обрадовался этому, если честно. Эта постройка должна... Вот это компенсировать. Так, у меня опять есть заброшенный дом. Да что же вы бросаете-то их. Мне постоянно приходится искать, где эти брошенки и ломать их. Да сами вы что ли ломали их, я не знаю. Так, а вот здесь дорогу-то можно восстановить, по идее. То есть я её снести-то снес, но это не вот, что я её вообще прям... Утилизировал. То есть её можно сделать вот так просто, и всё. По идее, можно этот квартал даже чуть-чуть расширить. То есть почему бы нет у меня, тем более, уже на данный момент такие проблемы в том плане, что я занял всю площадь на самом деле. И мне некуда уже расширять город, площадь эта маленькая. А расширяться надо. Рельсы, рельсы, шпала, шпала. Не, не хочу я там сюда рельсы тянуть. Почему бы здесь и не сделать, и правда вот так вот. То есть, вот это я квадрат чуть-чуть переделаю, естественно, здесь есть... То есть, да, не то немножко получилось. Вот это убрать. Вот эту протянуть здесь вот так вот. А почему? То есть, он... А, блин, я отсюда тяну, не протягивайте. Оттянул отсюда, всё нормально. Вот такая логика. Так... Так... Ммм... Нужна ли будет потом вот эта дорога или нет? Ладно, оставим. Так, здесь у нас трамвайные. Максимум. Так... Ай-яй-яй, что тут стоит и мешает? Библиотека, что ли? Ну ладно, ребят. Публичная библиотека. Да... Да, блин! Снёс же я её. Ничего мне теперь не мешает. А, блин. И опять такой момент. Здесь дорога я чуть-чуть дальше от... Пунктира на крае провёл. Поэтому он не даёт её построить. То есть её... Вот так всё нормально. А, вот тут он, по-моему, не будет перекрёстком. Смотрите, бред какой. Всё нормально тут должно быть. Первый раз такое вижу, то есть... Что дорога, она вот так вот наложилась, но не превратилась в перекрёсток. Сейчас ерунда какая-то абсолютно. Я не могу эту дорогу длиннейшей сделать. Она не даёт её протянуть абсолютно. То есть вообще без вариантов. А я её могу, кстати, вот так повернуть. Нифига мне это надо. Так, у меня там опять проблемы с мусором. На наложение дорога. А ты не хочешь в перекрёсток превратиться, чувак? Тут никакого наложения. Вот только вот так, ребят. Ну и ладно. Чёрт с вами. Так, что там с помойкой? Проблема в том, что не вывозится мусор, да? И по ходу дела там ещё проблема в том, что перегружено всё. Перегружено. Что делать-то? Неужели вторую помойку надо строить? Потому что и так же, блин. У меня везде лимит. Оп, стоп. Я просмотрел, что есть печь для сжигания, оказывается. Которая будет сжигать мусор. То есть, наконец-то, это будет... То есть, будет утилизироваться, наконец-то, мусор. То есть, на свалке он просто лежит и всё, больше никуда. А если я его сожгу, то сожгу. И, кстати, вот здесь я не могу разместить. Что мне надо вот эту дорогу снести. Ай, блин, ну тут корпус. А по идее, ну нафига мне эти дороги здесь? Мне бы вот сжигалок теперь поставить. Нормально. Теперь размещаются. Всё. Красиво. А, всё, лимит. Ну, я надеюсь, что вот сжигалки мусора, они компенсируют то, что я уменьшил сам предельный объём. Вот вы видите. То есть, у меня вообще всё теперь уже переполнено. Но стало падать. То есть, смотрите. Да, я как-то просмотрел, что мусор можно сжигать. И, кстати, странно, что мусор сжигается, а электричество не даёт этого всего. Потому что, по идее же, это как топливо, как угольная шахта, только на мусоре. Она должна не давать электричество. Расходы. Ну, нет, смотрите, стало уменьшаться. То есть, всё, я думаю. Теперь всё окей. Я как-то просмотрел момент и вот только сейчас понял, что его можно сжигать. Ну, конечно, это... Как-то вообще уж фейн... Фейльно. Так, тут тоже какой-то небоскребик строить, смотрите. Так, ну, количество жителей перестало расти. Ну, проблема с мусором у нас осталась, потому что надо как-то вывозить его всё-таки. А как его вывозить, если лимит достигнут? Неужели мне нужно будет строить только ещё одну помойку ради того, чтобы... Грузовиков больше я мог сделать, но при этом на одной помойке будет как бы лимит достигаться, потому что она не будет сжигать, а другая будет сжигать, но... Да ерунда же какая-то, ну, сами подумайте. То есть, строить ещё одну свалку, тоже строить на ней сжигалки вот эти вот. Да ну, ерунда вообще. Так, я вот здесь хотел про... Улучшать кварталы. Но они не будут заняты на самом деле, то есть... Вы видите, тут домики маленькие на самом деле. Они не смогут всю вот эту площадь занять, там будет очень много пустых мест. И квадраты слишком вытянутые получаются. Оп, не доснёс он там капельку. Ну ладно, сейчас я это верну... Не верну, а исправлю. Вот этот вот участок дороги. Лишний здесь. Ну, пусть строится. Нет, ну, дома стали появляться вот такие даже. Опять там есть брошенный. Да ну нафиг, не хочу его ловить. А надо. Где это? Почему промышленный... Это небоскрёб брошенный? Да вы шутите! Нет покупателей. Вы шутите. То есть, у меня, судя по всему, коммерция... С коммерцией перебора на самом деле. То есть, вы видите, спрос на коммерцию низкий, а спрос на жильё высокий. То есть, мне не нужно столько коммерции, сколько мне нужно жилых домов. И я думаю, где-то стоит какой-нибудь квартал, то есть, убрать коммерческий и сделать там тоже жилой. Да, только где бы это сделать. Потому что, если я вообще уберу, ну, допустим, вот этот, он мне нужен. Убираем. То есть, если уж, ну, ай, нет, обмена. Лучше уж пусть будет баланс нормальный достигнут между зонами, чем такая фигня будет. То есть, они все забрасываются постоянно. Во! Смотрите, начало падать здесь, а тут стрелочки весь вверх появились. Значит, я правильно мыслю. Так. Что там, кстати, с исследованием моим и вообще количеством студентов? Не отображается почему-то, сколько за вчерашний день было обучено. То есть, я не могу узнать, стало ли, увеличилось ли число относительно 1300 или нет. Ладно, сейчас я наведаюсь сюда. Из области, да, я из области могу. Кстати, мне кажется, что пора начинать новый город. Ну, не забрасывать, конечно же, этот. Нет смысла забрасывать, сами понимаете. То есть, это, по-моему, брошенный, да? Да. А просто, чтобы развивать вообще регион в целом. Хэт. Сожгите тон. Да, у меня ачивка новая. Сейчас сжег. И тут, наверное, все разгреблось. Так, ну да, разгребается. То есть, все, с мусором проблем нет. Наверное, даже один блок лишний. Ну, не лишний, а... Пока не востребованная, скажем так, его мощность. Так, что с электричеством, кстати? Одной ядерки. А вот не хватает, смотрите, уже. Даже одной атомной. Нужен еще дополнительный блок. Большие какие блоки, если честно. То есть, угольная шахта там дает 70, что ли. И по площади-то она вообще милимизерная. Но этот блок, он какой здоровенный. То есть, наверное, это имеет смысл, когда я могу, опять же, в регионы, то есть, отправлять электричество, там соседям помогать. То есть, занял большую площадь вот этими атомными, но могу, там, на регионы экспортировать электричество. А как это делать вот только? Интересный вопрос. Вот видите, продажи в... Так, стоп. Купите энергию. А, то есть, мне не надо продавать, я ее могу только покупать. Так, наверное. Закрыть. Ладно, давайте как раз-таки и построим еще себе город. Новый. И на этом, я думаю, закончим на сегодня. Так. Ух ты. Смотрите, нефть. Тут можно... Я не хочу, если честно, никакой город, связанный с какой-либо промышленностью. Потому что, я говорил, у меня был город, и я там все перелопатил только, чтобы построить там вот эти дурацкие... Дурацкие абсолютно... Так, а это что, ветер? Вот так. Да, ну... Я не хочу промышленностью заниматься. А надо ведь? Надо. А вот, блин. Перейти к городу. А вот я не вижу, вот почему, опять же, вот, Максис, где я? Здравый смысл. Почему бы вот здесь не отобразить, сколько... Вообще, показатели этого города? То есть, почему я только на пустых регионах могу видеть, какие показатели руды, вообще, транспортная система какая? А, вот в созданном я уже не могу посмотреть. Ну, что за фигня? Так, 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 так. Так, на выбор у меня вообще вот три региончика, вот, которые вот... А, кстати, вот этот, он чем хорошим? Близко, и вот тут есть соединение дороги. То есть, вот так вот можно ездить. И все-таки есть нефть, а из нефти можно там что-то делать. Давайте создадим. Острова Штраусбург. Ну, этот регион чем плох? Тем, что тут очень много воды. То есть, это маленький, на самом деле, город будет относительно вот моего... Он будет вообще просто крошечный. Потому что смотрите, как тут все залито водой, да еще острова. То есть, это вообще, по-моему, вообще просто хардкор такой. Ну, не хардкор, но точно не из легких этот город строить. Давайте что-нибудь здесь. Я обещал, что мои следующие города будут поинтереснее. То есть, первое он такое на эффективности, а потом уже что-то такое для души. Давайте что-нибудь допостроим. Вот так, бублик такой. Не. Давайте начнем с того, что можно переименовать город без построения чего-либо, оказывается. И да, это я уже говорил. Так, назовем мы его как-нибудь... Нефтекамск. Ха! Камск. Почему бы нет? В нем же нефть. Ха-ха. Мне нравится. Дороги. О! Посмотрите, красиво получается вот так вот. Ух ты, ух ты, ух ты. Вообще здорово, да? То есть, вот еще бы как-нибудь этот остров захватить, чтобы... Я мог с этой дороги попадать на вот этот островок. Но смотрите, как красиво и правда. То есть, такой мост. Здорово. Шикарно просто. Мне нравится. Аммм. Слишком острый угол. А, подкак... То есть, мне надо бы наоборот сюда тянуть. Я хочу же еще дорогу вот сюда как-то приляпать. Ах ты, блин. То есть, красиво-то красиво, но это надо как-то... Надо это как-то... Ну, я же не могу оставить одну дорогу, согласитесь. То есть, мне надо еще же... Слишком острый угол, блин. Слишком острый угол. То есть, я вообще... Ну, почему, ну, мне кажется, в реальной жизни такие развилки вполне существуют более чем. Ах ты. Вот это вот, конечно, бредово, что такая развита получится. Я бы вот так вот тут протянул, или вот так вот как-нибудь даже. Во, да, вот так вот. Мне говорят, что слишком острый угол. Неровный грунт. Недостаточно симуля... А! Да что же вы так бы и сказали. Денег у меня нет. Ха-ха. Но вообще красиво получилось, да, мне действительно нравится. То есть, вот эта вода, она здесь прям... Конечно, к ней ничего не пристроишь, к этой воде-то. Я понимаю. А я тут могу... Оп! И заканчиваться на земле. То есть, не могу, да? Ха-ха, здорово. Ну, а почему я не могу тут мост сделать? Ребята, Максис, не ломайте мне мозг. Ладно, я думаю... Нефтекамск, можно было нефтезаводск называть. Но нефтекамск как-то поприкольнее звучит. Кстати, отсюда должен быть виден мой город. Да, вот, вот в чем плюс этого региона. То есть, я могу видеть красивый такой пейзаж. Да, уже не такой... Полноценный город у меня получился. А нефтезаводску еще предстоит стать чем-то. Кстати, давайте сразу, перед тем, как я закончу, посмотрим вообще, как тут... Не одобрено, конечно, все это дело. Угольное... Не, не то. Так, энергия, вода... Эх, черт. И вот, опять же, ну, мне не одобрено, я понимаю, что мне не одобрено, но покажите, где эти участки. Почему я не могу посмотреть? Почему я вот... Во всех вот... Вот... В закладках города, то есть, я переключаюсь вот здесь вот, и мне подсвечивают сюда эффекты. Накладываю, а почему вот здесь мне не подсвечивают? То есть, допустим, выбрал я закладку угля, ну, подсветите мне угольное расположение. Включил нефть, покажите мне, где она, чтобы я сразу видел, как мне строить вообще город свой. Потому что, допустим, я здесь размещу сейчас свои жилые дома, а потом окажется, что здесь нефть. Или я вот здесь построю дома, окажется, что нефть здесь и прочее. Почему я не могу сразу увидеть, где мои ресурсы располагаются, чтобы отталкиваться от этого? То есть, ну, почему... У меня только один вопрос. Так. Вдоль надо... Так, е-мое, у меня нет денег, а не сервис финансовый-то я не построил. Собственно, я не смогу взять кредит на 100 тысяч. Ну, ладно. Я думаю, все это будет уже в следующих сериях. Я за сегодня много снял, действительно, много чего сделал интересного и полезного, эффективного, и не совсем полезного, эффективного. Ну, на этом я с вами распрощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь, и я надеюсь, что разлег не только себя, но и вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!